Оборудование, соединенное с бетонными плитами. Какое-то время датчики будут фиксировать горизонтальную нагрузку на сваи будущих высоток. Этап статических испытаний вдавливающей нагрузкой, когда определяют несущую способность свай, уже завершен. Позже все данные передадут проектировщикам для более точного расчета конструкции будущего здания и конкретно фундамента. Площадка для инженерных изысканий на Баварина-8 стала предметом изучения участников международной конференции на тему высотного строительства, который в эти дни проходит в Барнауле. Эти 44-этажные здания будут первыми высотками Сибири. Больше всего нестандартного и интересного, конечно, мы с вами будем наблюдать внутри. Это и система вентиляции, кондиционирования, которая при стандартном строительстве даже сегодня в городе Барнауле не применяется. В первую очередь это, конечно, фундаменты. 43 метра глубиной свай сегодня в Барнауле еще никто не делал. Под нами находятся 10 слоев и мы, почему у нас такие длинные свайные фундаменты, мы опираемся на глины твердые, поэтому мы проходим все это толще для необходимого заглубления и получается, чтобы мы попали в необходимый слой. Красноярские лаборатории и московские лаборатории изучали строение грунтов. Скважины были для изучения грунтов на глубину почти 90 метров. Когда мост строили новый, до 39 метров изучали грунты, мы изучали до 90 метров. Аэродинамическая модель сделана, ветровые нагрузки. Каркас высотных зданий возведут из монолитного железобетона. По словам главного инженера Александра Жокина, мы не увидим открывающихся створок на верхних этажах. Это связано с высотностью сооружений. 22 этаж будет техническим. Появлению у нас высоток Андрей Суртаев не удивляется. Общероссийская тенденция градостроительства идет вверх из-за уплотнения жилья. Да и к высоким объектам в Барнауле привыкли. В индустриальном районе 25 этажек больше, чем в центре. Эксперт уверен, где высокая концентрация людей, там и будет высотное строительство. Когда город уплотняется, экономика начинает по-другому жить. В основном все барнулицы приехали из деревни. Никто не хочет жить в деревне. Все хотят, чтобы рядышком было кафе, магазин. А это возможно только при плотном состройке. Вопросы высотной состройки городов продолжили обсуждать уже в техническом вузе в рамках лекции мастер-классов. По словам ректора Андрея Маркова, эта конференция явно не будет последней. Площадка для испытания сваи в будущем будет использована для строительства высотных домов, так как важно было испытать сваи с проектной отметки. По оценке проектировщика Андрея Суртаева, возведенные высотки на Баварина-8 в ближайшие годы в Барнауле точно будут единственными. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.